Сегодня заключительный день недели моды в Москве. В гостиный двор просто заполонили гости, ведь в следующий раз мы сможем попасть сюда только в 2020 году. Наша съемочная группа Hello Russia здесь, чтобы ты был в курсе самых актуальных событий Москвы. Сегодня заключительный день моды. Хотелось бы узнать, сколько вы дней пробыли здесь? Вы знаете, это мой первый день на неделе моды. К сожалению, но хотя бы один. Как вас привлекает такая тусовка? Здесь можно увидеть много модных, крутых ребят, посмотреть, кто чем занимается, что носит, украсть у них идеи и на следующий раз прийти в том же. Мне нравится здесь вдохновляться теми образами, которые предоставляют модельеры. Мне нравится атмосфера здесь. Мне нравится, когда люди занимаются творчеством и показывают это творчество. Здесь много сосок, и мне это нравится. Здесь очень много красивых людей, очень много стильных людей. И ты такой ходишь везде, смотришь, такой, так, вот это вот надо запомнить. А с какого вы показа пришли? С Георги Блэком. А как вообще ваши ощущения? Понравилось? Вы знаете, нам очень понравилась, очень современная тематика нарядов. И самое интересное, большое разнообразие и яркость, большое количество блесток. А ты бы вечером смог пойти в Южное Бутово, в Пятерочку, например? Да легко вообще, без проблем. Нет, если, конечно, у меня будет пару, не знаю, ФСБшников в охране, то да, без проблем. А так, мне кажется, я не выживу здесь. Поэтому, пожалуй, только для таких мероприятий оставим. Мне нравятся там, ну, обычные бренды, Зара, типа вот такого. Я бы молилась Шанель, Гуччи. Уэйвитон или Шанель. В каком показе вы сегодня участвовали? Показ Джордж Блэк, образы невероятные. Расскажите о ваших впечатлениях, очень волновались. На самом деле, выход не первый, волнение практически не присутствовало. Вы посещали все показы на неделе моды или только сегодня? Да, я как бы частый гость, конечно, недели моды. И уже на протяжении 15 лет открываю и закрываю все топовые показы на правах селебрити. Расскажи, как прошел показ? Показ прошел, в принципе, удачно. Было очень сложно, но в силу наших способностей это было очень круто и слаженно. Вы были на двух неделях. Какая, по вашему мнению, неделя была круче? Ну, я думаю, что это разный формат, но мне роднее московской недели моды вот здесь, в гостином дворе. Сейчас есть такой челлендж, что можно покупать целый год новую одежду. Ну, кроме того, что есть, например, носок порвался. Как вы относитесь к такому челленджу и хотели бы в нем поучаствовать для сохранения природы? Для сохранения природы? Да. Обязательно. А я вообще ничего не покупаю, во всем старом хожу. Версача. Однозначно Версача. Ярко, модно, молодежно. Какие показы вам больше всего запомнились? Мне понравилось от Анны Седоковой показ. Это было первый раз. И я, в общем-то, очень доволен, потому что это было, правда, здорово. Если бы был такой челлендж ради сохранения природы, не покупать новые вещи, ты бы в нем участвовала? Очень много людей в наше время пренебрегают вопросом о сохранении природы. А почему бы и нет? Я вообще считаю, что все вот эти челленджи, это все очень интересно, заманчиво. И главное, что люди, они как-то сплочаются, и это, ну, правда, это что-то прикольное, интересное, да. Не нужно идти из каких-то рамок и переходить там из крайности в крайность, чтобы это, как бы, ну, следовать тому, что моде даже той же, или тому, что нравится самому себе. Чем вас привлекает такая тусовка? Слушай, ну, тусовка, на самом деле, уже достаточно серьезная на протяжении многих лет. Сначала, когда мне было 20, она привлекала чем-то таким неизведанным, здесь такие люди классные собираются. Сейчас, спустя уже какое-то количество времени, она привлекает уже другим общением друг с другом. Все меньше, наверное, смотрим на показы, все больше общаемся, налаживаем связи и так далее. Но сегодня, на самом деле, я приехала смотреть именно на показ. Когда я снимала московский сезон «Ревизора», я сделала разные классные футболки с надписями «Вижу ваши грязные мысли», «Дома не убираю» и так далее, это был мерчендайзинг в программе. И потом какое-то время, когда я уже ушла на другой канал, я не понимала, что делать с магазином, и просто, как у любой девушки, у меня возникали проблемы. Я не могла найти просто идеальное боди, знаете, просто девушки меня поймут, не танго, а стринги во всех брендах. Я решила создать его сама. Я его создала, а потом мои подруги говорят, «Лен, ты знаешь, такой боди нам тоже надо, можешь нам сделать?» Я говорю, «Да, могу», и я сделала для них. И потом так это просто получилось органично, что я начала делать что-то для себя, и подумала, что почему бы мне не поделиться этим в магазин. Много впечатлений и вдохновения. Эта неделя моды подарила нам на целый сезон. С вами канал Hello Russia, и мы с нетерпением ждем весеннюю неделю моды. Спасибо за просмотр!